И что? И получается совершенно, ну он будет прав, потому что сама диаграмма ничего не несет, та же самая нумерология. Следующий вопрос. Спрашивают, работали снятие проблем женщин в записи ваших встреч в компьютерах и дисках, или только на встречах в зале? Работать, естественно. Просто, конечно, кто находится здесь, это действие более индивидуально, несмотря на то, что я не работаю, скажем, индивидуально, тем не менее это более сильно. А так, если человек просматривает встречу и попадает в последнюю фазу, где будет снятие блокировок или последствий проблем, то оно действует в любом случае. Так что, кто не может присутствовать, может использовать тоже. Вопрос. Есть ли польза от прослушивания только музыки в ваших сеансах? Дело в том, что, опять-таки, не совсем уж понятно, то, что сеанс видео сделан, если вы просто ставите диск, идет только музыка, все равно идет полное воздействие. Ведь не картинка воздействует. Картинка только образ, а воздействие идет в момент включения. Поэтому, как выключили, нет картинки, есть картинка. Вот идет запись диска с программы, идет воздействие. Вот и все. Картинка просто приятнее, когда человек смотрит на приятие. Только и всего. Влияет, во-первых, само по себе музыка, вообще само музыка, в частности, весьма положительно влияет на человека. Но, когда, ведь я уже обрабатываю, там уже не имеет значения, какое влияние. Очень часто люди просто мне приносят диски музыки, и я убираю отрицательное влияние, чтобы не было отрицательного внимания слушать уже без последствий. Поэтому, когда идет обрабатывание, допустим, программа закладывается, уже не важно, какое идет влияние музыки. Идет влияние на то, что заложена программа, на оздоровительную программу, которую я тогда заложил. А музыка просто, ну, если человек будет сидеть в молчании, я не думаю, что приятнее будет. Все-таки музыка, наверное, расслабляет, и такой настрой создает хороший, положительный. Да, конечно, только и всего. Спрашивают, планирую провести в Москве лекции по теме книги «Недовая вселенная сущность и разум». Вы знаете, не планирую, знаете почему? Какой смысл проводить лекции? Нужно обучать. Это нужно просто начинать и заниматься занятиями регулярно, как в школе. Просто поговорить лекции, а что, это ничего не даст. Давай. Так пока нет возможности, нужно сначала некоторые вещи первую очередь сделать. Поэтому пока, к сожалению, могу только посоветовать при чтении, прочитав, отложить, через некоторые опять вернуться. И очень многие нюансы, которые вы упустили, при повторном чтении у вас станут понятны и всплывут. И это уже не мои слова, это подтверждается фактами многих людей. Пока так. Потому что для того, чтобы развернуть полноценную школу, каждый день школу и так далее, и так далее, нужно действительно очень много времени, и помещение специальное, и чтобы время организовать, и так далее, и так далее. А пока это невозможно. Пока нам нужно сначала сделать более важное дело. Нужно пробудить людей от спячки, а потом будем и дальше уже делать, действовать. Следующий вопрос. Ну, этот вопрос, это чисто индивидуальный. Человек просто видел спектр, перед глазами появлялся, спрашивает, что такое, а может это означать. Это означает то, что когда в определенных условиях, может быть, связано с стрессом, у вас начинается, МОЗ начинает получать немножко информации не через глаза, а напрямую. Вот и все. И в таких зрительных вариантах проявляется. Это кто написал записку по поводу видений, которые появляются. По просьбе, значит, женщин, кто желает, подумайте о том, у кого там проблемы с абортами, и так далее. Я пробую снять последствия для вас, а потом с остальными, кто захочет блокировки снять, которые у кого есть. Значит, готовы? Значит, женщины, кто хочет, скажите, пожалуйста, подумайте, и я поработаю. Готовы? Ну вот. Так. Ну а теперь уже и мужчины могут присоединиться. Те, кто желает избавиться от блокировок, если у кого-то есть еще. Тоже, опять-таки, добровольное дело. Кто хочет, значит, подумайте, кто не хочет, значит, никого не будет трогаться без добровольного желания. И опять-таки, у кого-то это проявится, может, быстро, у кого-то через некоторое время. Это разные реакции разных людей, у кого-то несколько раз требуется. Так что, не думайте, это опять-таки не чудо, что раз, и все исчезло. Это реальные процессы, и они, в зависимости от индивидуальности, протекают по-разному у разных людей. Так что, кто готов, хочет избавиться от блокировок, кто еще не избавлялся, подумайте о тех проблемах, которые вы хотите избавиться от блокировок. Я постараюсь их снять. Готовы? Поехали. Ну вот, и даже не больно, да? Хорошо, это шутка, но другой шутки пока сложно придумать на этот вариант. Ну что, еще раз хочу благодарить всех, надеюсь, к сожалению, я не смог ответить на все вопросы, время ограничено. Но я все равно благодарю всех вас, кто сегодня пришел. Желаем успехов, здоровья и хорошего встречи Нового года, приближающего. Надеюсь, в Новом году у нас будут новые победы, и мы скоро увидим в яви то, что нужно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.